Всем привет! Готовы к сладкому безумию. Ну, не такому уж сладкому и не очень вредному. Самое время, мне кажется, побаловать себя каким-то более-менее полезным десертом из фруктов, сыра, корицы и мёда. У меня это будут груши. Груши с рикоттой, корицы и мёда. Рецепт очень простой, максимально простой. Когда-то моя подруга угостила меня этим потрясающим десертом, и с тех пор я просто влюблена. Готовится максимально просто. Я беру груши, режу их пополам. Убираю сердцевину аккуратно. На самом деле, если груша мягкая, можно убирать и ложечкой аккуратненько, такую выемку делать. Убираем отсюда черенок, если он есть. И попробую даже ложечкой сейчас. Вроде мягонькая груша. Да, выходит. Вот так. Отлично. То есть мы вырежаем сердцевину грушки. Не сильно много, но такого, чтобы осталось достаточно места, чтобы положить туда нашу вкусную начинку. И вот примерно так должно это быть. Я думаю, что можно это сделать и аккуратнее. Я уверена, что у вас получится. Разрезаем так все груши и вырезаем сердцевину. Что мы делаем дальше? В нашей потрясающей половинке груш в серединку мы кладем сыр рикотта. Столько, сколько влезет в ваше углубление. Сильно полно не нужно заполнять, потому что сверху нам нужно еще оставить чуть-чуть места для медика. Я так люблю рикотту. Она такая нежная. Из нее можно столько прекрасных десертов сделать. Берем мед. Желательно жиденький. И немножечко поливаем сверху нашу каждую половиночку. На этом этапе я уже хочу переложить груши на противень, на котором мы будем его запекать. Чтобы мед, если он потечет, он тек уже туда, а не на стол. Потому что отнимает стол, вы сами знаете, не самое приятное дело. Вот у меня уже готова форма. На нее кладу наши грушки. Итак, смотрю, у меня уже мед растекся по всему периметру. Периметру 3 форты, где-то можно еще чуть-чуть добавить. Если вы любите послаще тоже, можете чуть-чуть побольше. Что остается нам сделать? Посыпать все это дело ароматной, ароматнейшей корицей. У меня была корица в палочках. Я ее просто перемолола в блендере. Ой, не в блендере, а в кофемолке. Корица дает потрясающий аромат. Вместе с грушей такой вкус будет в конечном итоге. Собственно, наш десерт практически готов. Остается его только запечь. Запекаем при 180 градусах приблизительно 25 минут. Я скажу вам в конце, сколько у меня получилось по времени. У меня новая плита, новая духовка, поэтому я еще не знаю, насколько получится в этот раз. Отправляем в духовку. Итак, у меня прошло 25 минут. Я достала наши потрясающие ароматные груши из духовки. И уже очень хочу их попробовать, но, к сожалению, они еще очень горячие. А время у меня в обрез. Поэтому я жду 25 минут для груш, которые достаточно спелые, но еще не разваливаются. Если груши потверже, то, я думаю, понадобится где-то 30 минут. Вот. Смотрите, трогайте, они хорошо держат форму. Она уже достаточно мягкая, но форму держит хорошо. Надеюсь, вы тоже попробуете приготовить эти потрясающие груши с рикоттой. И влюбитесь в них так же, как и я. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok